Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов и в сегодняшнем обзоре мы разберем компанию Crystal, которая на данный момент проводит pre-sale. В дальнейшем ожидаем ICO и у нас есть возможность получить информацию, как говорится, с первых рук, то есть от основателя данной компании. У нас в гостях Александр Веретенников и мы, соответственно, зададим ему вопросы по данной компании и получим наиболее подробную информацию о данном стартапе. Здравствуйте, Александр! Да, добрый день, Виталий! Давайте в формате вы расскажете по максимуму подробно о вашей компании, а потом уже в завершении или в дискуссии будут задавать вопросы, которые будут возникать по вашей компании по проведению самого ICO. Да, конечно, Виталий. Да, спасибо. Вкратце расскажу основную идею компании, которая, я думаю, будет близка многим. Мы основаны на реальном бизнесе, который сейчас ведем в сфере услуг, в частности на клининге, и предлагаем сейчас поучаствовать в нашем проекте, который будет привносить и привнесет реально революционные новшества и технологии из мира онлайн-технологий уже в мир реального сектора экономики, в частности в уборке, услуги населению, такие как ремонт, перевозки, строительство и так далее. То есть все, что необходимо человеку на ежедневной основе, можно будет через нашу платформу заказать и успешно сделать в реальном мире. На самом деле такие технологии сейчас используются уже на платформах фриланса, начинают использоваться, но основной плюс технологии Crystal в том, что будет именно прозрачность, использование блокчейн-технологий для абсолютной прозрачности и чистоты каждой сделки, каждого отзыва, каждого ревью на каждого исполнителя. То есть в итоге заказчик… Вы имеете в виду, что блокчейн, то есть здесь не будет возможности, как в разных сервисах, где-то подтереть, перезаписать комментарий, убрать плохой в таком формате. То есть блокчейн здесь ничего не будет возможно удалить, если это будет даже негативный какой-то отзыв, он будет всегда сохраняться у данной компании или сервисе. Да, именно в этом ключе. И это и есть основное отличие от тех сервисов, которые уже пытались внедрить, та же самая Яндекс, пытаются внедрить ЮДУ. В тех сервисах был именно основной настрой на стоимости, на цене, на качестве, но абсолютно нельзя было четко понять и добиться прозрачности каждой транзакции, прозрачности каждого вида сервиса, услуги, уборки и так далее. И именно технология блокчейн позволяет привнести эту чистоту, это доверие заказчиков к исполнителям. Потому что как уже более 10 лет мы работаем на этом рынке, и самое основное, что заказчиков пугает, это то, что неизвестно, кого придется пригласить к себе в дом, неизвестно, что он сделает, как он сделает и что из этого выйдет. Поэтому идут сравнения, постоянные поиски на сайтах отзывов, которые тоже можно купить. Мы это все прекрасно знаем изнутри, тоже можно потереть и репутацию свою сменить. Ну это вы из личного опыта, у вас клининговая компания. Абсолютно. У вас, я так уверен, если много сотрудников, я вижу, и есть, соответственно, отзывы, которые у вас написаны на сайте, вы публикуете. Здесь и получается момент какой, вы не будете же публиковать о себе какие-то плохие или очень плохие отзывы. То есть у вас есть выбор сделать как компанию. Ну то есть я, например, вашей компании, но и другие могут сделать все то же самое. Абсолютно именно так. Все это покупается, вся эта пиар-компания раскручивается, и в итоге заказчик не знает, что он получит в конце в итоге. Поэтому и появилась необходимость даже этой платформы, которая позволит действительно доверять тому человеку, которого ты пригласишь к себе в дом. Потому что ты знаешь, что если ты напишешь на него отзыв, он никуда не денется, он не сцелется с базы, он не будет модерирован. Он останется, и каждый человек, кто захочет заказать у этого исполнителя, этого увидит. И, само собой, сами исполнители, зная об этом, будут всегда выполнять на максимальном качестве, стараться угодить клиенту и решить все его проблемы. Ну, сто процентов, если они захотят быть на рынке и конкурировать. Интересно, платформа интересна именно для заказчиков также тем, что всего один процент комиссии системы снимается с каждой сделки. То есть, если сравнивать даже с другими крупными, ну, даже фриланс-системами, где идет 20%, 25%, а то и все 40% с каждой сделки уходят основателем платформы. Здесь расчет идет на масштабность, так как мы не закрыты в каком-то одном локальном городе, локальной стране. Наша платформа будет открыта и децентрализована по всему миру. То есть, сейчас идут переговоры уже с разными другими городами. Уже есть и в Нью-Йорке наши представители, которые сейчас договариваются и будут рекламировать нашу платформу в других странах. То есть, она не будет ограничена каким-то определенным местом. И в этом есть еще один огромный плюс платформы в том, что где бы вы ни были, куда бы вы ни приехали, вы всегда можете открыть платформу, увидеть, кто именно на этом рынке предлагает свои услуги. И эти услуги будут настоящие, реальные, по хорошей цене и с самым лучшим качеством. Потому что часто бывает люди переезжают, уезжают и, само собой, на туристах все зарабатывают. А здесь это абсолютно исключено, так как все отзывы, все это будет видно сразу во всей системе. И дальше поговорим именно о токене, который сейчас выставлен на продажу. У нас сейчас идет стадия при ИСУ, которая успешно проходит уже пятый день. На данный момент собрано уже 63% необходимой суммы. Поэтому мы уже приближаемся, в принципе, к финишной прямой. И сам токен будет, само собой, участвовать внутри системы не просто так, а за него можно. Смотрите, я перебью, вот сразу же, чтобы не забыть. У вас выставлена планируемая сумма, это на при ИСУ, я так понимаю, 200 тысяч долларов всего лишь. То есть сравнительно небольшая, вот если сравнивать с какими-то там другими ИСУ, то есть ставлять заоблачные, космические, то есть здесь и, наверное, и поставлена задача, ну то есть именно на эту сумму, что вы хотите реализовать до самого ИСУ. Для чего они собираются эти при СУ сейчас? Сейчас собираются средства для того, чтобы в первую очередь раскрыть широкую маркетинговую компанию нашего ИСУ. И не только локально, как я сказал, а по всему миру. Чтобы люди видели, люди узнали о том, что есть возможность именно доверительных услуг. Услуг, которым можно довериться. Услуг, которые основаны на последних новейших технологиях. И для этого, конечно же, нужны средства в первую очередь. И сейчас уже ведется нами разработка MVP, Minimal Product, то есть уже ведется разработка веб-интерфейса и кошелька. То есть уже ближе к октябрю мы будем готовы выпустить наш MVP с определенным количеством услуг и уже протестировать на локальном рынке. Я понял. Сегодня уже пятая, то есть, грубо говоря, еще два дня до завершения. Сколько, вы говорите, собрали? Это прозрачная информация? То есть можно увидеть, где по контракту или как? Большая часть средств была собрана на закрытом при ICO нашими основными первоначальными инвесторами. А сейчас открыта фаза финансирования, префинансирование именно общая. Рекламная кампания только началась, поэтому сейчас идет такой вот живой интерес к нашей платформе. Поэтому и снимаем это видео, рассказываем людям о том, что можно добиться благодаря именно блокчейн-технологии. Я понял. Еще вот вопрос такой, потому как возник, вот смотрите. Насколько вы гарантируете, что люди действительно, вот сейчас процентный бонус у вас 50%? Вот, не будет ли выгодно, вот я сравниваю с компанией SON, на которой также при ICO было, и потом через некоторое время, ну, месяца где-то 2-3 была разница. У вас тоже есть сравнительная. И потом на ICO получилось, что люди купили токенов по той цене намного, ну, не намного там процентов больше получилось, чем на при ICO. То есть не будет ли такое с инвесторами на сегодня? Они гарантируют, ну, то есть они аргументировали это все тем, что, а вы извините, эфир вырос за это время очень сильно, потому вот мы так посчитали. Нет, конечно, уже все эти расчеты проведены, и даже в нашем white paper везде все прописано. И в нашем финансовом плане, что на ICO будет первоначальный бонус за первый час 40%, за второй час 30% от стоимости. То есть он уже будет четко фиксирован, и проблем не возникнет абсолютно, более промежуток, небольшой. Извините, что перебил, но просто на всякий случай я спрашиваю, чтобы не отказывались от своих слов. Ну, это пример сон, я считаю, что эта компания вообще никакая, и, ну, надеюсь, в дальнейшем создатели не будут так, другие, в смысле, поступать с участниками. Да, конечно, мы тоже слышали об этой ситуации, поэтому, конечно же, не допустим подобного, так сказать, антирекламы. Наша компания именно называется Crystal Clear, то, что чистые услуги абсолютно, мы считаем, что нужно быть абсолютно прозрачным во всем, и на этом и зиждется на доверии вся основа нашей платформы. Смотрите, я вас перевел, вы начинали именно о сути токена, его, вот, соответственно, насколько он будет задействован в сети, насколько он будет ценен в дальнейшем, то есть торговаться на бирже, и почему он будет ликвиден. Да, поговорим о ликвидности токена. Наш токен, Crystal Clear token, в первую очередь будет использоваться внутри системы, как раз для оплаты услуг. Мы начнем, конечно же, с наших собственных услуг, и он будет уже обеспечен услугами, которые нужны на каждодневной основе, это не просто так. Люди заказывают уборки, как минимум, несколько раз в день, и они могут уже на первом этапе использовать наш токен для того, чтобы воспользоваться нашими услугами. Во-вторых, есть уже партнеры, которые также будут использовать наши токены, и можно будет за наши токены их использовать. Но так как мы понимаем, что рынок очень обширный, и люди, которые будут использовать эти услуги, еще далеко не вовлечены в криптовалюты и подобные системы, конечно же, будет мультивалютный кошелек внутри системы, где можно будет использовать как фиатные средства, так и будет использована возможность получения услуг за кэш, то есть расплачиваться простыми наличными. Это как раз такой переходный этап для того, чтобы люди начали использовать платформу, поняли, что есть возможность использовать как крипту, так и простые средства, и потихонечку-потихонечку перешли уже к децентрализованной системе, потому что за каждый заказ, который будет в системе проведен, за каждый отзыв, за каждое описание или какое-то подробное объяснение того или того, исполнительно, заказчик будет получать так называемые бонусы в наших токенах. Этими будет возникать необходимость и интерес у заказчиков их использовать, их применять и в дальнейшем менять на наши услуги. Также токены дают возможность, держатели большого количества токенов будут использованы в качестве голосования, то есть они будут уже входить в определенный круг людей, которые будут голосовать за жизнь проекта, за какие-то серьезные вопросы в проекте, а также будет еще реализована система суда пяти независимых человек, то есть люди, у которых будет определенное количество токенов, будут участвовать в жизни не только проекта, но и каждой услуги. Если возникают вопросы, а они будут в течение работы, там один заказчик недоволен, исполнитель говорит, что там все хорошо сделано, это возникает всегда по нашему опыту, передается эта информация суду пятерых, то есть выбирается пять случайных абсолютно держателей токенов, и им передается вся информация. Они рассудят это все, передают информацию обратно в систему, и им за это тоже идут бонусные токены, на которые они тоже могут использовать в качестве услуга. И такие взаимосвязи как раз помогут поддерживать ликвидность токена. Его можно будет спокойно уже после прессио, мы выводимся на рынок и тоже можем спокойно торговаться на биржах с нашим токеном. Но именно благодаря тому, что наш токен будет обеспечен реальными услугами, ликвидность у него будет довольно-таки высокая. Я сейчас, смотрите, читаю ваш white paper, вот тут прописано, спустя 12 месяцев после ICO на ежемесячной основе будет произвести обратный выкуп. То есть вы будете выкупать из бирж по текущей цене, то есть это будут выделяться определенные средства заработка этой платформы? Именно так. Именно так будет выделяться определенные средства заработка. В течение 12 месяцев мы уже планируем раскрыть платформу на полную мощность, не только локально, но и глобально. Поэтому средств будет достаточно для того, чтобы поддерживать ликвидность токена, поддерживать его стоимость. И будет выкупаться определенное количество токенов, чтобы держать рынок в определенном промежутке. Это будет необходимо, конечно же, потому что есть возможность мультивалютного кошелька использования внутри системы. Люди будут использовать как, как я сказал уже, любые другие криптовалюты, так и наши токены. Но выгода использования наших токенов всегда будет больше в системе, чем использование любой другой криптовалюты, либо фиата. Это будет заключено именно тем, что нашими токенами, при использовании наших токенов, стоимость уборки будет незначительно, но меньше. Стоимость перевозок тоже будет на какой-то процент меньше. Всегда этот процент оговаривается с каждым из исполнителей. И будет в системе такой приоритет использования внутренних токенов, которые даст ценность. Таким образом будете на это и центрировать ценность, чтобы он больше был задействован. Он будет больше задействован, чтобы его удержать в ликвидности в определенном промежутке. Александр, хотел еще спросить у вас о самом распределении токенов. Сейчас я найду в белой бумаге, я где-то видел. Смотрите, всего количества токенов будет существующих. Это 10 миллионов. Так получается? Да, именно так. Выпускается 10 миллионов токенов. И распределение процентное, я вижу, подиаграй, это публичное. То есть это на пресейле и ICO 60% всего существующих, потом на команду 20%, резервный фонд 18%, ну и на рекламную баунти-компанию еще 2%. В каком распределении? Да, все правильно, это общее распределение, но на пресейле у нас сейчас потолок именно 200 тысяч долларов, то есть 1000 эфиров, которые будут, это совершенно небольшая сумма, которая будет подрачена. А в токенах сколько это получается? То есть сколько за один токен, чтобы поднимать? За один токен, сейчас за один эфир именно на пресейле идет 150 токенов. То есть получается 150 тысяч токенов на пресейле. Совсем небольшое количество. Совсем небольшое количество, которое пойдет именно на рекламу, глобальную мировую рекламу данного проекта. И для того, чтобы показать людям, насколько эта революционная технология интересна и будет полезна в дальнейшем. Как раз я хотел еще затронуть один момент, то что в нашей системе уже начинает реализовываться система аукционов, так называемых, которые сейчас успешно используются на таких фриланс-платформах разнообразных, уже начинают их использовать. Но именно использование на реальном рынке мы будем включать впервые. Она дает возможность людям выставлять то, что они хотят сделать. И компании-исполнители будут фактически предлагать свои цены, что сделает рынок действительно конкурентным внутри платформы. И может заказчик не только по цене решать, но и по реальным отзывам. У кого-то отзывы лучше, он даже по большей цене, но возьмет отзывы более лучшие. И вот эта вот система аукционов как раз привнесет такой вот интерес людей к тому, что можно выбирать, а не просто так искать, выискивать по отзывам. А просто задал свои параметры, что нужно, и сами исполнители будут с удовольствием выставлять свои предложения. Рассказав об этом, могу еще дополнительно сказать, что рынок самих услуг, если взять именно глобальную мировую систему, он просто грандиозен. Мы выходим сейчас из каких-то локальных определенных услуг на мировую общественность, на мировой рынок, который уже более триллиона долларов и будет только расти. То есть потенциал грандиозный. Особенно если будет у заказчиков доверие к исполнителям, люди начнут гораздо больше использовать. Потому что у многих сейчас стоит камень преткновения, что они не хотят никого приглашать к себе домой на какие-то услуги или боятся этого, что произойдут какие-то непонятные ситуации. Наша платформа даст скачок в развитии подобного вида услуг, потому что появится доверие между исполнителем и заказчиком. И люди с удовольствием будут приглашать людей для того, чтобы выполнять свои какие-то необходимые потребности и ежедневные нужды. Поэтому, конечно же, мы готовы к развитию и уверены в том, что цена на наш токен будет расти постоянно. То есть благодаря ликвидности, которую мы будем обеспечивать внутри системы и благодаря масштабности данной системы, распространению ее не только в одном городе, но и в разных абсолютно странах по всему миру. Александр, уже в принципе довольно-таки информации предостаточно, я думаю, и уже длинное получилось интервью. Давайте будем как-то, наверное, резюмировать, подводить итоги. Да, и в качестве резюме еще раз хочу напомнить о том, что сейчас идут уже последние два дня наши пресейл-компании, и есть возможность присоединиться к нашему грандиозному проекту и получить токены с 50-процентной скидкой. Такого, конечно, уже на ICO не получишь. Через месяц, где-то 1 сентября, мы выходим на ICO, и там бонусы будут уже гораздо меньше. Можно тоже посмотреть на шейт-пайпер. Если возникают вопросы по самой программе, платформе, по компании, по pre-SEO, вы всегда можете задать их в нашем топике на Bitcoin Talk, у нас есть и Telegram канал и другие абсолютно разные форматы общения. Пожалуйста, заходите, задавайте, всегда будем рады ответить и присоединяйтесь к нашей грандиозной компании. Александр, и вам большое спасибо за то, что нашли время и рассказали подробно о вашей компании, о идее, которую вы хотите реализовать для сообщества. И, соответственно, друзья, пишите ваши комментарии по данным видеообзорам, если у вас возникнут именно по данному направлению. Или, соответственно, уже пишите напрямую в каналы поддержки. Это у вас есть такие, как Slack, я вижу, что еще, Telegram. Да, Telegram, конечно же, есть и группа, и канал. Ну, тогда я вас уже отдельно возьму, и в описании по данным видео будут все, в принципе, каналы связи с вами. Все, еще раз большое спасибо вам и до свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok